Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 апреля и я хочу поговорить именно про апрель месяц. Что мы можем посадить в пирсик? Что можно посадить в апреле? Что уже поздно садить? Вот я сейчас хожу по участку и смотрю, какая почва уже готова, куда можно что-то, зелень какую-то посеять, а какая почва еще нет. На большинстве участков у нас еще такая, как грязь, садить невозможно, ничего не посеять, ничего нельзя. И апрель, он обманчивый месяц, вот вроде солнышко светит все, но ночью было минус 3, вчера у нас в пригороде было даже до минус 8, уже приходят тревожные сообщения, у людей замерзла рассада, уже пишут нет ли у меня, ну как свободной лишней рассады. И поэтому апрель это такой месяц, когда мы уже выходим из дома, из лотков начинаем сеять в открытый грунт, но делать это нужно тоже с осторожностью и с учетом своего региона. Я сейчас расскажу, что делаем мы в апреле. Если честно, апрель это самый-самый такой загруженный месяц, когда мы сеем все. Если пальцы вот так загибать на руке, то пальцев не хватит. Во-первых, томаты. Всю первую половину месяца можно смело сеять томаты, скороспелые, ранние, все с коротким вегетационным периодом. И еще даже до 20 апреля можно посеять ультраскороспелые, у которых 60-70 дней вегетационный период. Конечно, они вырастут не наравне с теми, которые посеяли люди в нормальные сроки, например, в начале апреля или в конце марта, но они все равно успевают вызреть. Потом, смотрите, мы позднеспелые посеяли уже давно, но если бывают же такие вот форс-мажорные обстоятельства, например, переезд, болезнь или еще что-нибудь, можно сейчас посеять и позднеспелые, но с учетом, если у вас есть условия для их выращивания до поздней отчастини, то есть теплицы, если вы до октября их сможете там содержать, потому что в открытом грунте, конечно, позднеспелые и крупноплодные, они вызреть уже у нас не успевают. Томаты, значит, дальше. В этот же, в апреле же мы начинаем уже готовить картофель. Вот особенно, кто мы вот для раннего урожая высеваем какой-то участок, то нужно доставать с подвала картофель, нужно, чтобы он согрелся. Некоторые, кто хотят рано-рано получить урожай, даже делают опрыскивание стимуляторами роста. Ну, вообще, вот эту героризацию, то есть согревание его, пробуждение вот этих росточков мы делаем именно в апреле. Вот во второй половине апреля уже надо начинать доставать. У нас вот соседка вот с этого бока, она после 20 апреля всегда высаживает уже на своем участке картофель для раннего урожая. Короче, томат, картофель потом. Можно уже начинать выращивать рассаду огурцов для теплицы. Если до этого я говорила, что я замочила огурцы для получения суперраннего урожая, там, ну, немножечко, 5-6 штук, то теперь, кто выращивает в теплице большое количество огурцов, рассаду уже нужно выращивать, начинать после 15 апреля. А в конце месяца уже могут начать выращивать рассаду огурцов те люди, которые планируют в открытом грунте выращивать, но хотят высадить рассадой не семенами, не открытым пассивом, а рассадой. Напомню, что если для теплиц мы выращиваем рассаду, выбираем только самоопыляемые, партонаркопические, то для открытого грунта можно пчелоопыляемые, можно любые, все. Капуста. Апрель это тот месяц, когда мы сеем, сеем, сеем капусту. Если в конце марта я говорила, что я сею раннюю, там, брокколи, холодостойкую, то апрель это тот период, когда люди могут посеять все, и среднюю, и позднюю, и раннюю. И делать уже можно не только в теплице холодной, можно делать холодные рассадники, вот про которые я говорила, я позапрошлым году показывала лоток. Хочу вот с вами поделиться. У нас многие до сих пор выращивают в апреле рассаду в открытом грунте старым бабушкиным методом. Сейчас расскажу. Берется тазик оболерованный, старый, у которого прохудилось дно. Ну, то есть дренажные отверстия сделались сами в течение продолжительного использования. Его вкапывают в землю, в грунт. Получается как мини-парничок. До половины накладываем земли, хорошо проливаем. Сеем капусту, немножко закрываем грунту, сверху хоп, или пленочку, или стекло. И вот в середине апреля, если вы это сделаете, капусте ничего не угрожает. Можно сеять туда и позднюю, и раннюю, и среднеспелую. Естественно, что когда она, расточки появятся, то надо вот это укрытие убирать, и придется ее поливать. То есть за ней все-таки нужно смотреть. Ну, вот в таких холодных рассадниках очень хорошая рассада получается. Солнышко опять слепит. Потом, короче, томаты посеяли, сеем картошку, подняли, согрели. Капусту сеем, огурцы на рассаду делаем. Потом, редиска. Вот, середина апреля, это тот период, когда даже у нас в сибирском регионе люди редиску сеют уже в открытый грунт. Конечно, под пленку, под дуги, все это. Но она такая холодостойкая культура, что если даже после вот того, как вы посеете, будет еще снежок, или, например, будет на улице там минус 2, минус 3, ничего страшного. У нас бабушки выращивают таким способом даже на продажу редиску. Редис можно сеять в апреле. Дальше что? Так, редиску посеяли. А, самое вкусное забыла. О, эти арбузы, дыни. В конце апреля как раз мы начинаем выращивать на рассаду арбузы, дыни. То есть нам нужна, вот, например, у нас в сибирском регионе, если мы высаживаем в начале июня, нам к этому времени нужна месячная рассада таких здоровеньких дынек и арбузов. Потому что если сеять в открытый грунт семенами, они у нас обычно не возревают, а выращивание рассада арбузов и дынь все-таки помогает получить спелые арбузы. Потом их можно высадить хоть в теплицу, хоть там в открытый грунт, можно под пленки. Это уже вопрос второй, но главное начать надо выращивать рассаду уже в конце апреля. Так, вообще в апреле очень много работы. Вот что делаю в апреле лично я? Я вот сейчас хожу по участку и намечаю фронт работ, потому что апрель это самый загруженный месяц. Вот я сейчас смотрю, такие работы я физически сама не могу выполнить. Я сейчас напишу на бумажку, потому что у меня помощь мужчин моих только раз в неделю я могу получить, это в воскресенье. Мне вот надо сюда перегной подсыпать, туда вот земли принести. В апреле я уже высаживаю томаты, пикирую в тоннели в открытый грунт. И поэтому мне нужно вот сейчас в течение недели подготовить почву, расчистить все, принести там, если нужно куда-то земли подсыпать, если какие-то ямы, ну короче формировать грядку. Также в апреле я высаживаю рассаду, которую на продажу в теплицу, вот сюда в конце апреля. Также в апреле я высаживаю свои томаты, вот свой ранний урожай, для получения раннего урожая, в теплицу номер один. Короче, у меня весь апрель, сейчас вторая половина апреля будет очень такая интенсивная работа. Сюда для себя томаты для получения раннего урожая. Сюда томаты пикировать, 3 тысячи мне надо сюда распикировать, для продажи из теплицы, вот которые здоровые будут, высокорослые, крупноплодные. В тоннели тоже где-то 2-3 тысячи томатов на это, вот пикировать под двойное укрытие тоже для продажи. Потом выращивать рассаду огурцов для теплицы, выращивать рассаду маленько арбузов и дынь для себя, для высаживания. Потом все это пикировать, все это рассаживать. Апрель у нас очень напряженный месяц. И вот смотрите, я рассказала, это примерные сроки для себя, для нашего сибирского региона. Я живу в сибирском регионе, Алтайский край, город Биск. Ну у всех, вот почти у всей нашей страны сроки примерно одинаковые, ну там плюс-минус 5-6 дней. Там вот, например, средняя полоса России начинает на 5-6 дней раньше. Мы чуть с опозданием, где сильно холодно, где снега еще в это время не растаивают, но на неделю позже. Но все равно, именно в апреле вот вся эта активизация идет, нужные участки нам почистить и все это привести в порядок. Так что апрель, это как раз тот месяц, когда мы из дома выходим в полевые условия и большая часть все-таки работы у нас здесь. Потому что там мы все уже посеяли, кто вовремя посеял, все у нас распекировано, все у нас по стаканчикам. Теперь нам нужно как-то все это сохранить, все это довести до открытого грунта, где-то под пленку, где-то как. Желаю вам удачи, если у меня будет возможность, если я, конечно, все, что я буду делать, я вам покажу. А, забыла, апрель еще тот месяц, когда можно томаты сеять в холодную теплицу прямым посевом в грунт, то, что я показывала. Можно и 10-го, можно и 15-го, до 20-го апреля, но только выбирайте сорта, желательно низкорослые и с коротким вегетационным периодом. Это для опоздавших, у кого какие-то случились там непредвиденные обстоятельства, которые помешали посеять вовремя. Все. Я вот сейчас хожу, весь этот бардак свой смотрю, ну и мне одна женщина написала, что-то у вас огород не очень ухоженный. Я сидела, смеялась. Как может быть ухоженный огород, если я выращиваю для себя 2000 корней томатов, не говоря там уже про арбузики, про морковку, маленько там про перцы. Выращиваю по несколько тысяч рассаду на продажу, осенью делаю семена, все это там немножко уже как бизнес. И я не считаю, что хорош, ну так, сильно вылизанный, мне вылизывать, короче, некогда, я говорю честно, все это в процессе работы. Я не считаю, что вылизанный такой ухоженный огород, это показатель богатого урожая, что ты получишь богатый урожай. Мне главное получить богатый урожай, чтобы плоды были вкусные, здоровые. А если у меня вот немножко весной не убрано, ну да, некогда, занято я. Сейчас все уберу по вашему приказанию. До свидания.